Привет, и я. Мы на канале Алина Ф.Мими, и сегодня я перевожу анимацию. Встретимся на гонке. Поехали. Ты сама сюда меня привелась. Ты не можешь гонять? Так что пошли к тебе домой, и ты приготовишься к гонке. Ладно, хорошо, но кто-то должен остаться, чтобы позвонить мне, если что-то случится. И я уверен, что соседка останется тут для тебя. Хорошо, поехали. Я думал, что у меня есть всё. Что это? Мы можем пойти и покончить с этим? Конечно, только я сейчас быстро переоденусь. Тебя нужно бояться? Ты серьёзно? Как ты вообще смог собрать сто плюс человек, чтобы посмотреть на мою гонку? Ха! Ты явился сюда, чтобы сказать мне, что мир-то слишком напуган, чтобы появиться? Я знал это. Пф, не будь таким глупым. Мы просто поменялись местами. Я слышал о твоём младшем брате. Ты так мало переживёшь за него, что оставила одного в больнице. Я надеюсь, он не умрёт ради тебя, пока ты пытаешься гонять со мной. Может быть, тебе стоит поменьше говорить и больше ездить? Или это твой способ показать нам, что ты боишься гонки? Думаю, я понял. Неловко проигрывать тому, у кого даже не было уроков по вождению. Спасибо тебе за то, что он прав. Мой младший брат может умирать прямо сейчас. Что ж, позволь, я покажу тебе то, что я нашёл. Я не хотел, чтобы ты заплакала. Спасибо тебе большое. Я не знаю, почему ты так хорошо обращаешься или почему помогаешь мне, но спасибо тебе большое. Конечно, но гонка уже начинается. Пора выходить. Ты сделаешь это. Чё ты, пацан? Это кто? А, я поняла. Готовы? Внимание. Старт! Чё, Ламборджини? Офигит, Ламборджини. Девочка победила! Ну, что ж, я победила. Теперь ты оставишь меня в покое навсегда. Хорошо. Простите за беспокойство, но... Копы! Очень смешно. Я не шутю. Сейчас же в машину. Как ты, выжил? Разве тебе не была нужна операция? Ваш парень заплатил 9 тысяч за операцию. И кто это мой парень? Эм... Ты серьёзно? Ладно, слушай. Она просто раздражала меня. И я... Мне всё равно. Спасибо тебе большое, что заплатил по этому счёту. А медсестра балдеет. Да ёл, долбаная реклама. Нет, она не балдеет. Наоборот, ей типа неинтересно. Три недели спустя. И чё? Как ты там, рыжая голова? На самом деле, понятия не имею. Мы вроде как перестали общаться после гонки. Так он спас жизнь твоему младшему брату и верил в тебя на гонках. И вы, ребята, перестали общаться? Ну, да. Когда ты так говоришь, это звучит глупо. Поэтому, что это глупо. О чём, собственно? Ты закончила? Ты вообще когда-нибудь спрашивала его, откуда он взял 9 тысяч долларов? Нет. Совсем. Окей. Что за чёрт? Хорошо. Я спрошу его об этом завтра. На следующий день. Ты такой забавный и красивый. Окей. Достаточно тупого флирта. Двигай отсюда. Он не... Прости. Он мой. О, серьёзно. Я не вижу твоего имени на нём. Это ещё не конец. Привет. У меня есть к тебе вопрос. Помнишь, ты спас моего младшего брата, заплатив за его операцию 9 тысяч долларов? Откуда ты взял все эти деньги? Мой отец богат, и у меня есть работа. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это было близко. Это, правде говоря, мне всё равно, но почему ты здесь? Босс сказал мне идти за тобой. Он не доверяет тебе, потому что ты ушёл в совещание довольно злой. Кто это? И кто такой босс? Я это выясню. Позже этим же днём. Так, почему ты такой раздражённый? Потому что я уже говорил ему, что я не хочу делать что-либо во время учёбы. Твой босс. Так что, скорее всего, он будет подчиняться твоим командам. Что-то случилось? Ты уверен, что тут больше никого нет? Ты что, боишься подростков? Нет, я просто хочу быть уверенным. Что бы там ни было, давай просто уйдём. Ты уверена, что это умно шпионить за ними весь день? Что ж, не могу придумать что-то получше, кроме того, что я хочу знать, что он задумал. Что если он преступник? Ты думаешь, что он преступник? И что он будет делать? Стрелять в тебя из пистолета? Ха-ха-ха, прекрати. Ладно, хорошо, я пойду. Где же они? С каких пор он гоняет на мотоцикле? И куда он отправился? К тому же, кто этот парень? И почему он врал мне в лицо? О, завтра я спрошу того другого парня. Так вот, чем занимаются парни. Шпионят друг за другом. Ты меня до чёртиков напугала. Прости, не жалко. Так, что ты думаешь, я глупая? Ты знаешь моё имя. Так куда вы с Райаном направились на мотоциклах? Я не понимаю, о чём ты говоришь. Окей, хватит врать. Серьёзно, чёрт возьми. Просто скажи мне, откуда ты его знаешь. Я как и сказал, мне нужно идти. Ох, нет, ты не уйдёшь отсюда так просто. Увидимся позже, идиот. Что случилось? Она украла у меня рюкзак. Эй, пожалуйста, перестань убегать и верни моему другу рюкзак обратно. Прости. Серьёзно, хватит убегать. Ты не мой отец, и ещё перестань вести себя так подло. Я знаю, что что-то скрываешь от меня. Я не знаю, о чём ты говоришь. Ты точно знаешь, о чём я говорю! Ты слишком напуган, чтобы поймать меня? Ох, правда? Сейчас увидим, кто напуган. Это чё? Я так сожалею об этом. Этого больше не повторится. Накажи его! Он предпочёл меня. Лукас, успокойся и выйди из комнаты. Да, сэр. Так, насколько сильно... Пап, заткнись. Неужели она избалованная девчонка? Если честно, нет. Не совсем. Она как будто заботливая и... И очень дерзкая. Что ж, если ты так переживаешь за неё, мы встретимся с ней завтра, и ты расскажешь ей обо всём. Спасибо большое, пап. Как насчёт встретиться завтра после школы? Я расскажу тебе всё, что ты захочешь знать. Наконец-то я обязательно буду там. Следующим утром. Кто это? Это Ник. Он мой отец. Ха-ха. Ты так боишься меня, что привёл с собой своего отца? Ха-ха-ха. Что ж, я так рад встрече с тобой. Хорошо. Если это действительно не шутка, тогда рада тоже с вами познакомиться. Я Мирта. Что ж, Райан, скажи ей. Ну, я ему отец... Стой, что ты сказал? Я ему отец состоим в мафии. Тык, вы парню убиваете людей? Вообще-то мой отец убивает. А я вожу, например, если мы куда-то вырываемся. Я в буду точки встречи, чтобы быстро увезти всех. Так, значит, твой отец киллер, а ты водитель? Да. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Я правда не знаю, что сказать. Я просто хочу, чтобы ты знала, что киллер здесь я. Но мой сын никогда никого не трогал, так что, пожалуйста, не перезирай ему, потому что я киллер. Не поймете меня правильно, я никогда не осуждала вашего сына. Я только обвиняю его в том, что он был абсолютным придурком. У меня есть серьезный вопрос. Я все еще в безопасности, так как теперь знаю это. Пока Самуэль не знает, я буду в порядке. Самуэль? Для начала ты не против, что мы мафиози, потому что чем больше ты знаешь, тем в большой ты опасности. Честное слово. Конечно, можно сказать, Самуэль босс наших врагов. Но в любом случае это подождет. Итак, голубки, до свидания. Кстати, Мирта, я был бы очень рад, если бы ты присоединилась к нам за ужином завтра вечером. Конечно. Я буду ждать тебя. Окей, почему он сказал голубки? Ну, разве ты не милый? Обними меня. О, замолчи. Нет, 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 нет. Не трогай меня так, ты не мой парень. Пока нет. Пф, нет уж, постарайся получше. Увидимся завтра. Капец. Твой дом такой большой и великолепный. Кстати, еда очень вкусная. Спасибо, моя тетя, учила меня готовить. Это ты сделал? Да, мой отец всегда занят бизнесом, и я был вынужден научиться заботиться о себе. Например, готовить еду. Кстати, прости моего отца, что его здесь нет. И я не возражаю. Сделай снимок. Он прослушает дальше. Окей, нет. Фу. Мне нужно сходить в ванную комнату. Фу, бесит. Почему так долго? Подожди две секунды. Так зачем ты меня похитил? Догадайся. Тебе что-то нужно от Райана или Ника? А тебе чего бы хотелось от Райана? Я не знаю. Он сын Ника. И вообще, кто ты такой? Неа. Райан тебе не рассказывал обо мне? Может быть, имя Сэмуэл что-то напоминает? Ну и чего же ты хочешь от меня? Мне ничего не надо от тебя. Мне нужно кое-что от Райана. Так почему бы ты не оставил меня, Райан? Потому что Ник дал Райану то, что я хочу. А чего ты вообще хочешь? Например, какой-то объект? Ключи от машины. Ты приходишь через эти все неприятности из-за машины? Что ж, и не только. Это я еще могу поссориться с Ником. Кроме того, что я когда продам машину, я стану миллионером. Ты просто бесчувственный. И мне не важно, ты богат. Потому что ты совершал преступление. Поэтому никто не хочет быть рядом с тобой. Просто заткнись. Парень, ты охуевший? Он же сдался. Я думаю, что он не заботится о тебе. Он же все-таки в мафии. Ты не можешь ему доверять. Какого черта? Я не знаю, что ты для него сделала. Но я никогда не видела его таким. Он рисковал своей жизнью ради тебя. Он безумен, как хрен. Ты же знаешь, что я сейчас причинил бы какую-то боль. Но я знаю кое-когу, кто ненавидит тебя еще больше. Мне очень жаль, Марта. Что за черт, я думала, что ты умрешь и за чертовски перепугался. Ты можешь меня отвезти домой? Не пугай меня больше. Ты можешь меня отвезти домой? Так, хорошо это вспоминать, а? Так. Хватит! Извини, я просто хотела тебя обнять. Нет, останься. Все нормально. Нет-нет-нет, я ненавижу романтику. И снова, я очень сожалею о сегодняшнем вечере. Все в порядке. Ну, может, вы убедитесь, парень Самуэль сидят в тюрьму. Я не хочу, чтобы он делал такое плохое мне и по моему младшему брату. Конечно, если что-то случится, мне придется снова идти за тобой. И то верно, у меня никогда не было такого захватывающего мужчины. Но это то, что происходит, когда вы находитесь в мафии. В любом случае, я иду домой, встретимся завтра. Разве эта ночь не была хорошей? Я имею в виду, что у тебя есть девушка. Самуэль собирается быть в тюрьме. Жизнь — это хорошо. Правда, папа? Хорошая ночь? Мирту похитили. И Самуэль мог бы сбить меня своей машиной. И ты называешь хорошей ночью? Почему ты так раздражен? Ребята, вы не с... Ты отвратителен. И нет, я не тот парень, который развлекается с каждой девушкой, которую я могу заполучить в свои руки. Мне все равно. Но я действительно горжусь этим. Но не говори со мной таким... Тоном. Ну, позвольте это сказать другим тоном. Если что-то случится с Миртой, то я не перенесу быть членом мафии. Ты мой сын. Ты не можешь бросить мафию. Ночной отец. На следующий день. Ха-ха-ха-ха-ха! Наверное, она ненавидит меня. Я же ее сильно напугал. Не обижайся, но я тебя не знаю. Так что оставь меня в покое. Миртой определенно ненавидит меня. С тобой все хорошо? Извини, я был просто... Я вовсе не напугала. Что здесь происходит? Я испугался, что ты ненавидишь меня из-за вчерашнего. Ну, ты действительно напугал меня до чертиков. Но ты же спас меня. Я тебя люблю. Так, что вы сказали? Я пытаюсь убить тебя. Нет. Нет! Пропустим это! Это плюс восемнадцать! Это плюс... Нет! Нет! Все! Всем до... Ты дебил! А ты дебилка! Вы оба дебилы! Конец! Что я могу сказать по поводу минифильма? Минифильм нормальный, но арты тоже очень красивые, скажу. Beautiful art. И вот эта вся анимация, что была, конечно, короткая. Двадцать одна минута всего лишь. Но ничего, с вами была Алина Хнаф Мими. И всем пока-пока!